Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы рассматриваем евангельские чтения, связанные с великой и святой средою. «Среда» — это день, когда Иуда предает своего божественного Учителя. И мы всегда помним слова из правила перед святым причастием «Не лапзани эти дам, яка Иуда, но яка разбойник исповедуй тебя, помяни мя Господи». В Великую и Святую Среду на утренний читается Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17 по 50 стих. Здесь говорится о событиях, которые предваряют наступление праздника Пасхи. А вот на литургии прежде освященных даров читается Евангелие о предательстве Иуды и рассказывается о том, как женщина возлила мира драгоценное на ноги Христа Иисуса, чтобы приготовить его к погребению. И вот эти два события предательства Иуды и помазания Христа, они составляют главную тему Великой и Святой Среды. И мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 16 стих, зачало 108. «Когда же Иисус был в Ифании, в доме Симона Прокоженного приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, «Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Всякий раз, когда кто-то начинает рассуждать о том, что надо помочь нищим или детям, здесь всегда присутствует какая-то коррупционная составляющая. Скорее всего, речь идет о попытке некого расхищения. И мы читаем далее, «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Действительно, каким-то таинственным образом в этих действиях этой женщины осуществилось приуготовление Христа к погребению. И Христос восклицает, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Вот в этот момент происходит выпадание Иуды из духовного мира. И здесь прямо так и сказано, тогда, то есть в этот момент, когда Христос произнес эти слова, тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. В чем заключалось предательство Иуды? Оно заключалось в том, что первосвященники, книжники, фарисеи, они не решались арестовать Христа днем в присутствии многих людей, которые почитали Христа Иисуса и могли бы вступиться за Него. Поэтому им надо было узнать точное время, когда Христа можно взять накануне Пасхи или в саму Пасху, чтобы он был в окружении незначительного количества людей. И предатель Иуда, он знал, куда пойдет Христос после пасхального седора, после пасхального обряда сначала на Ильонскую гору помолиться, потом спуститься в Гефсиманию, и там будет удобно его арестовать. Это было трудно сделать на Тайной вечере, потому что там присутствовали все ученики, тем более на Ильонской горе, куда собирались толпами иудеи, чтобы петь пасхальные псалмы и гимны. А вот уединение предрассветное в Гефсиманском саду, где с Христом было очень небольшое количество учеников, вот это было удобное время для того, чтобы взять его. Собственно говоря, мы, православные христиане, постимся в течение года, каждую среду и каждую пятницу, вспоминая о том, что в среду Иуда предал Христа, а в пятницу он был распят. Итак, Иуда идет к первосвященникам. Пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая, предать его. Удобного случая, то есть чтобы узнать, где Христос будет находиться с небольшим количеством учеников. И как только он узнал о том, что это будет происходить в Гефсимании, он поспешил, чтобы совершить акт предательства. Таким образом, мы видим как бы два типа людей. Это вот эта женщина с лавастровым сосудом, которая, не считаясь затратами, возливает драгоценное миро на Христа Иисуса, и действия Иуды, которые совершенно противоположны. Но они связаны с действием этой женщины, потому что в тот момент, когда она стала возливать драгоценное миро, в его сознании как бы заработал некий счетчик, сколько же может это стоить. И это было для него великое смущение, испытание, которое он не смог преодолеть. Когда мы говорим о Иуде, то надо сказать прямо, что Господь никак ничем не обидел этого человека. Как мы говорили и ранее, Господь оказывал доверие этому человеку, поручив ему сбор цедаки, то есть милостыни, пожертвования, и Иуда носил ящик. Но это доверие, оказанное Христом, Иуда, увы, не оправдал. Он думал о наживе, он думал о выгодах того положения, которое он занимал в этой общине. А женщина не думает ни о чем таком. Она берет это драгоценное миро и льет на Христа Иисуса. И мы знаем, что Христос умирает на кресте накануне субботы, которая начиналась в пятницу вечером, из поспешности его тела погребают, не успев обмыть и обмазать. Именно поэтому потом, по прошествии субботы, жены мироносицы с миром отправляются, чтобы помазать его тело. Таким образом, вот эта женщина, она как бы опередила всех, приготовив тело Христа к погребению. А действие Иуды – это действие корыстного человека. Собственно говоря, его корость, она и погубила его. И об этих двух людях мы вспоминаем в этот святой и великий день, великой и святой среды. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...